У нас был проблемный объект, так называемый же Массив-Острова, Сахарова-Шахтация-16А. Действительно, там была проблема, достаточно серьезная проблема, перебили кабель. Мы проводили работы. Сначала требовалось найти больше, почти под 2 миллиона, миллион чем-то гривен, для того, чтобы заменить этот кабель. И возникали некоторые технические и в том числе и правовые нюансы, которые необходимо было решить. Я прошу Александра Владимировича, проинформируйте нас, что у нас по Сахарова-16-16А. Речь идет о доме строительное 37-й, который сейчас почтовые адреса 16-16А. Это не дом, где острова, это дом, который достраивал Бичев, застройщик. Там получился такой момент, что при застройке строили один дом, много секций, а получилось два и два разных УСМД. Поэтому проблема для заключения ими договора на электроснабжение состояла в том, что необходимо было скорректировать проект, для того, чтобы у каждого появился свой прибор учета и для возможности подписания акта балансового разграничения по каждому дому отдельно. 16-му и 16-А, а не так, как было по строительному проекту 37-й. Вот и все. В настоящее время... По кабелю, где был порыв кабеля? С кабелем там нет никаких проблем. Сейчас нет проблем. А вот дом к островам, который шел, там же кабель, который мы меняли. Острова, это недалеко расположенная тоже группа домов, которые включены и сегодня от стройплощадки, от подстанции стройплощадки. Мы там заменили кабель. Да, там... А что по счетчикам на этих двух домах? В этом эти два договора? Да, это как раз здесь, где идет счетчиков на два дома. Сегодня нам должны вернуть уже скорректированный проект. Ездили в пятницу, отвезли с председателем ОСМД этого дома. Сегодня нам должны вернуть скорректированный уже проект. Все даст возможность людям заниматься оформлением договора на поставку электроэнергии. Каждому из домов отдельно. Сергей, я знаю, вы давали мне эту информацию. Вы после аппаратного совещания получите полную информацию со своими работниками. Выйдите туда и разъясните людям, что там происходит и когда планируется решить эту проблему, этот вопрос. И как он решается. Еще раз пообщайтесь с Александром Владимировичем, с Борисом Николаевичем. Пускай он вам все объяснят. Соберите людей или там инициативную группу объясните. Мы уже на завтра договорились с ними встретиться. Информацию, которая на сегодняшний день произойдет, мы им дадим на завтра исчерпывающую информацию по каждому шагу, что происходит. Сейчас люди разошлись, его уже там нет. А когда люди собирались, им разъяснили вопрос? Да, конечно. Приехал представитель замдиректора... Горсвета? Да, Горсвета. Были представители районной администрации, которые объяснили, как двигаются процессы все. Горсвета. Горсвета. Продолжение следует...